Музыка Потому что кто был для них Владимир? Для них Владимир сын, сын, чуть ли не рабыни, фактически имел там княжения, достаточно такие склизкие права, потому что их там было много. Да, один из, который наиболее, да, ну один из. И кто для волхвов, которые там держали власть там тысячу лет, грубо говоря, он был, сынок, пацанчик, понимаешь, пацан, а чин из очередных каких-то князькей, а они сила. Князькей, как звучит, князькей, не князьёв, да, князьёв, князькей, понимаешь, да, он один из был, понимаешь. Это как чизкейк. Да, грубо говоря, ну сидит он на этом киевском престоле, ну и что, у них власть народа, понимаешь. Они власть народа держат, потому что это их боги, понимаешь, и они здесь тысячу лет сидят. И кто он такой, что он там, мальчик какой-то, понимаешь. Вот ты представь, вот твой орден, грубо говоря, рулит тысячу лет. Ну вот представь ситуацию, твой орден рулит тысячу лет. И вдруг в один прекрасный момент приходит человек, ну пусть князь, да, там какой-то, да, там, понимаешь. И он говорит там, ребята, надо объединяться, вот надо вот это вот объединить, да, вот там, там, с Макошью, там, со всеми. Вот в одну кучу собрать, да, и всё, как-то вот вам надо договориться лично. Систематизировать, да, порядочность. И в одну калитку, в одну дуду, так сказать, да, продвинуть, чтобы земли русские объединить. Помогите. А они говорят, пацан, ты охерел, что ли, ты кто такой-то? Что это мы должны вот с этим договариваться, мы там последние 300 лет там на ножах, грубо говоря, да, там, понимаешь. Ну это вот живой пример, допустим, тех же христиан, которые развалились там на несколько конфессий, ну, допустим, там, православие наше, да, там, и католики. Чего ж мы-то и говориться-то не можем, если у нас книжка-то одна, и Иисус у нас один, и Мать Божия одна. Но мы совершенно по-разному смотрим на этот вопрос. То же самое было в язычестве, абсолютно. Поэтому он вынужден был фактически... Но это элемент, это всё равно, это элемент удержания власти, ни больше, ни меньше. Это не просто удержание власти. Инструмент. Это инструмент собирания земель, единой религии. Нет, земель, а вообще человек. Людей, земель. Ну, земель, это подразумевает то, что земли, там, люди, которые живут. Понятно, да. Ты должен понимать такие вещи. Нет, тогда, получается, и сейчас делёжка идёт ради всего вот этого. А когда она не шла? Кармана большого. А когда она не шла? С исторической точки зрения никогда. Потому что и так же и Рим развалился, да, там, Бахус бог был, Афина, да, там, Афродита, Аполлоун. У них же тоже было многобожие раньше, да? Да. То есть свой пантеон, там, Зевс, да, все остальные. Рим просрал свою империю, как и мы, собственно, свою. Не, ну, а не сильная империя-то была. Ну, была когда-то, понимаешь? Всё, когда-то Римперия там расцветает, процветает, а потом загибается, да. Знаешь, там, римляне, как граждане, да, и как правители, очень сильно помогли, б***ь, развалиться, да, сами себе. Ну, там стадо Магомора было. Ну, да при чем здесь свобода, ну, ты понимаешь, это один из, один из небольших элементов. Ну, как, а про чем здесь? Ну, потому что это один. Зажрались они. Ну, не бывает, вот, понимаешь, вот случился какой-то факт, понимаешь, и, б***ь, Российская империя развалилась, да, там, вот, Николай Второй был вот семьянин, да, б***ь, он развалил. Ну, предпосылки-то есть. Да там огромное количество предпосылок. Это просто один из факторов, по какому, понимаешь, он развалился, в том числе. А их там было тысячи, тысячи этих факторов, которые накопилось. Копилось, все, копилось, как прыщи гнойные. И именно империя развалилась по той причине, что там тысячи факторов, которые наложились. И Содома Магомора туда же, да, и то, что римские граждане уже считали западло служить в армии, понимаешь. То, за то, что раньше давали всадника, да, там, благородного, если он в войне там не поучаствовал, там, грубо говоря, да, там, ну, я сейчас не помню, там, исторический, там, ну, допустим, специон, специон, по-моему, его звали, да, который разгромил, собственно, специон, да, один там из специонов, из кланов, понимаешь, он разгромил, знаменит чем, он разгромил этого самого, Ганнибала самого, раздолбал. Потому что Ганнибала нагинал всех, а специон нагнул Ганнибала. После этого, собственно, Ганнибала... Ну, наверное, предали его. Ну, там, дело не в этом, он не предал, нет, он разгромил его чисто тактически в битве, да, там, стратегически тактически, понимаешь, там, тем он знаменит, да. Но Спецеон начал воевать, понимаешь, ему еще, по-моему, даже 16 лет на. Он уже ходил, махал метчиком, понимаешь, в строю, получал плюшки, его могли вполне убить. Он был из... Выжил? Да, и он стал полководцем. И он был в этом клане Спецеонов, который был знаменит. Вот надо посмотреть, вот этот Спецеон, он на самом деле, как Серега рассказывает, был мальчиком. Или все-таки он был уже из знатной семьи, раз он добился... Я тебе еще раз говорю, он не просто был знатный, он из руководящего одного клана Спецеонов, которые были знаменитые до этого. Он был очень блатным мальчиком, понимаешь, но он этот очень блатной мальчик в 16 лет пошел подставляться, блядь, молотки. А надо ему это было? Надо, потому что вот так тогда Рим был. Опыт, что ли? Нет, потому что Рим считал тогда вот так. Если ты вот этот, из благородной, да, если ты не проливаешь кровь, ты не имеешь права рулить, понимаешь? Александр Закидонский, нах, по-моему, в 15 даже, нах, был. Да, да, сын царя пошел первый раз, получил боевой опыт, он, по-моему, как бы подавил восстание одного из племен, там он участвовал. Но я не думаю, что он там прям вот рулил налево-направо, я думаю, конечно, у него наставники были. Но как военный, да? Ну, наверное, он не прям и не лез в лучшее события-то, подхватить, чтобы у люлей. Судя по тому, как он дальше лез, нах, ну, понимаешь? Нет, подожди, ну, сын царя, наставники были, наверное, все-таки прикрывали. Да, может быть, прикрывали, мы точно не знаем, скорее всего, да. Судя по царя потеряем, правда? Ну, извини меня, в конце концов, он и погиб в бою вообще, фактически. Не изменю, но он тогда был уже здоровый. Да какая разница тогда, начинал его, понимаешь? Ну, ты где вот он-то, посмотри, у нас что там, может быть, где-то в действующих войсках, даже с прикрытием, какие-то там, хотя бы там, сын какого-то депутата. Да он там и не пойдет, зачем ему там быть? Так я тебе о чем говорю, он просто в армию не пойдет? На Мальдивах, Мартини. Я вот об этом и говорю, что отношение было другое. А к тому моменту, когда те же римляне, граждане римские посчитали, что это западло свою родину защищать, у них фактически на границах стояли только наемники. А наемнику, понимаешь, там, ну, припекло, нахрен, там, балбалейло в жопе там создалось, понимаешь? Они просто бросили, развернулись и свалили. Что им-то защищать, нахрен? Понимаешь, золото, нахрен, и жизнь, это разные вещи, понимаешь? Они просто развернулись и отвалили. Ну, я опять утрирую, но, в принципе, это не противоречит моим речам, там, более научному подходу, да. В принципе, все это вот так случилось. А те римские граждане, которые сидели на жопе ровно и думали, что их за бабки будут защищать, в один прекрасный момент оглянулись и увидели, что защитников-то нету, а свои-то уже давно оху... Ну, извините меня за французский, да. И уже враг-то, блядь, от Рима, вандалы, блядь, сфармурные. Подожди, Рим только попытались, как это, нагнуть только два человека. Нет, Рим, нахрен, и конкретно, да. Это Ганнибал? И Спартак, да? Нет, там, нет, что-то с ума сошло. Нет, те, которые вот прям вот-вот-вот уже... Да нет, их много там было. Ну, просто, понимаешь, тогда Рим был еще Рим. А вот когда пришли, так называемые, вандалы и варвары, которые, собственно, и похоронили Рим. Римскую империю развалили, нахрен. Кельты всякие, да. Да, ну, вот племена вандалов и варваров. Вот так, по крайней мере, в истории об них говорят. Я думаю, что более подробные люди, которые знают более точные их названия, какие племена конкретные. Я, в принципе, говорю. Вот они, когда уже подошли, понимаешь, вот они просто нагнули Рим. И после этого Римской империи не стало. Остались там какие-то остатки. Византия, которая якобы наследовала Риму, там, туда-сюда. Ну, и Византия там недолго наколбасилась, фактически. Собственно, Византию-то нагнули, нахрен, рыцари европейские. Да и мы-то уже раз пришли, по-моему. Не, ну мы пришли, ушли. На Византии. Не, ну мы пришли, ушли, да. А рыцари пришли, блядь, и после них пришли турки, и все. И византия закончилась, на. Ну, вот. И осилие. И опять же, да, если посмотреть в историю, как об этом писали хроникеры там, да? Там, понимаешь? Как? Ну, как, европейские хроникеры. Кл***, собственно, рыцари, которые и поклялись защищать на Византию, да. И кинули. Они не просто кинули, они его разграбили. Они же потом как писали об этом, да? Ну, что там, 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 там же это. Хе-хе-хей. А мы-то, о-хо-хо. Понимаешь? А они-то все козлы. Мы-то, с***, красная армия, понимаешь, там. Это долго очень там муссировалось о том, что вот они молодцы, да, вот, ну, понимаешь? Вот. Ну, так вот получилось, нахрен, понимаешь? Ну, извините, грубо говоря, понимаешь? Собственно, Царьград и все, кто там сидят, они сами виноваты. Я не отрицаю, что они сами виноваты. Конечно, они виноваты, да. Ну, хочется сказать, понимаешь, от этого, то, что рыцари его нагнули, там, разграбили, понимаешь, сами, которые поклялись защищать, ну, от этого они не покраснели, не позеленели. Понимаешь, не забились в истерике, понимаешь, там, да, не ушли в монастыри, там, рыдая. Не, ничего, там нормально. Не, да, много их. А я вот в этом сильно сомневаюсь как-то. Ну, там-то еще паломники там всякие. Нет, паломники это одно. Это же орден там же. Слышь, паломники это одно. Там, госпитальеры, там, фриеры. О, да ты вообще про военные ордена говоришь. Это совсем другое. Ну, они же там... И о том, что раскаялся человек, понимаешь? Снял, надел вериги и ушел, понимаешь? Потому что он поспособствовал гибели, там, скажем так, этого самого, ну, как он назывался-то, правильно я сейчас говорю? Южного христианства, грубо говоря, да? То есть оплота, ну, как бы, вот христианства на Ближнем Востоке. То есть они поспособствовали гибели, как они, собственно, и угандонили, да? И никто не разрыдался там, понимаешь? Все посчитали, нормально. Деньжат подняли там, понимаешь? А то, что там целая ветвь религии, там, понимаешь, родственные, ну, скажем так, погибло. Да и хер с ней, ну, что там? Новых нарожают, да? Да, ребята там напишут в хрониках все, как положено, там, понимаешь? Так получилось. Ну, так получилось. Но тут юмор заключается в чем? Рунах в жопу засучил. Да, тут заключается в чем? Вот есть такой писатель Бушков, да, там, можно к нему по-разному относиться, но он высказал очень умную мысль такая интересная, что всегда в конфликте существуют две стороны. У них никогда собственной правды нету. Одни пишут так, одни пишут так. Нет, а говорится как? Между там правым и левым всегда существует незримо третий. Кому это выгодно? Вот именно он и про это говорит, что, понимаешь, они написали так, другие так. А есть, говорит, третья сторона совершенно независимая. Ну, просто так вот повезло, что они могли отследить этот конфликт, не имея ни с какой стороны никакого профита, выгоды. Они просто зафиксировали по факту, что произошло совершенно абстрактно, беспрекрасно одну сторону, беспрекрасно другую. Говорит, и вот это является очень ценным. И у нас очень много исторических документов осталось как раз, допустим, в той же Турции, Ближний Восток. Как они описывают именно нашу сторону, да? Нет, они описывают просто конфликт, допустим, России и Польши некий, там, да? Потому что они не были заинтересованы, ну, фактически, там, да? И там интересные документы всплывают. Говорит, к ним, конечно, очень тяжело получить доступ по факту, да? Ну, по многим факторам, да? Ну, когда их и читаешь, вот понимаешь, люди, или там, допустим, подрались турки там с каким-то, я не знаю, там, с Персией, да? Они там постоянно бодались, там, да? Вполне себе можно, что там некие страны, которые, там, какой-нибудь, там, не знаю, там, из какой-нибудь, там, европейской страны, которая вообще далека, ну, просто чисто купец, там, что-то написал, да? Там, так, как видел он. Без приказа с одной стороны, с другой. Ну, фактически, просто передал то, что видел, да? Вот это наиболее интересное и наиболее правдивое. Здесь может быть, как бы, вот, понимаешь, отстраненное. И вот это, такие документы очень ценятся. Когда есть два конфликтующих стороны, и есть третий, некий, там, независимый источник. Вот, и с него уже можно отталкиваться и что-то как-то выстраивать, что-то более-менее верное, там. А если хорошо, если таких историков, там, три-четыре, там, найдется, там, понимаешь, там. Есть какой-то независимый, там, монах полубредовый, да, он взял, записал. Понимаешь, не так, как ему приказал князь, там, понимаешь, он одну книжку, как он написал, а другой написал, как вот он видел. Пусть, да, со своей мелкой колокольной, да, вот как мы. Нам говорят, коронавирус тут всех косит налево-направо, да, там, во всем мире, там, ужас, бля, ужас. Ну, косит же. Ну, наверное. Ну, ты как хохол, пока не помацаешь, не повезешь. Да дело не в этом, не хохол, я просто смотрю, ту статистику кота нам передают, понимаешь. А есть люди, которые сидят в интернете, вот, понимаешь. Ну, а есть люди, которые умирают, и вон, затихают. Да, есть люди, которые умирают. Хочешь сказать, а что, а в простые дни от этого не умирают? А мне вот один малый, например, скинул, там, я его попросил, там, вот они занимаются этой бойдой, понимаешь. Он скинул за два месяца. Чуть-то по всему миру был на конец апреля. Просто коронавирус сейчас очень актуальной темой. Ну, да, касается просто... Уйдет он как пример, как пример. Да, и он просто скинул, там, статистику, ну, кто-то, видать, сидит, копается, там, за два месяца, там, статистику прошлого года и этого, да, там. Ну, она там вон... И на этот год, на два месяца, это был март и апрель, на конец апреля, по-моему, он статистику сбил. На тот момент было, я помню, сейчас 14 тысяч 500, там, с копейками людей, умерло конкретно, которые, бля, зафиксировали, как от коронавируса. Ну, это зафиксировали. Ну, не важно. Это же не... Это официальная статистика, которую передают, понимаешь. Видать, есть какие-то возможности, где помацать эту официальную статистику, да? Ну, получается... Ну, ты слушай, слушай, дальше-то, юмор. И на тот же за два месяца было 90... Вернее, 69 тысяч копейками умерло от различных воспалительных процессов. Ну, там, двустороннее крупозное воспаление, там, то есть от инфекционных заболеваний, да. Кремония, терпевых сетей. Запомни, 4,5 и 69 тысяч, да. И на тот момент, за те же два месяца, умерло 140 тысяч от этого самого... Это самое... Не от холеры, а как это что-то... В Африке эта болезнь какая, бля. Ты говорил в начале, что... Не-не-не-не, не от эболы, не от эболы, а это постоянно, это там... От малярии, от малярии. 140 тысяч на тот же, понимаешь, за тот же период. 14 тысяч и 140 тысяч в 10 раз. И никто пандемию не кричит. И никто пандемию не кричит. Нам говорят, там, ну, это только в Африке. То есть, как бы в Африке не люди, это все... Понимаешь, вот европейцы помирают, это пиздец. А в Африке, да, еще, извините. Понимаешь, там, ну да, извините. А там дальше идут еще больше интересные цифры, там. Там сколько погибает, там, от поножовщины каждый день. Сколько погибает от автомобильных катастроф, там. Там цифры вообще, там, убийцы, понимаешь, об стену, да. Сколько умирает от рака ежедневно, понимаешь. Говорили, что там в день умирает по одному городу, где-то. Я тебе еще раз говорю. Та же, бля, понимаешь, там... Небольшому городу. Та же инфекционное заболевание за тот же период, там, 69 тысяч. Понимаешь? И ничего, крика нету, давай, хватайте, да. Там, хватай, мешки, вокзал отходит, да. Всем засесть, там, закрыться, понимаешь, не дышать, не дышать, не бздеть, там, я не знаю, что там, понимаешь, там. Хочешь сказать, соотношение цифр. И они говорят, да, но это же, понимаешь, вот ты можешь подхватить и умереть. Хочешь сказать, да от любой инфекционной болезни можно подхватить и умереть. Не, ну все, значит, это... То есть, коронавирус, никто не сомневается, что это болезнь, имеющая, как бы, ненулевой, как бы, исход, да, то есть, ты фактически от него можешь умереть. Это ненулевой шанс. Ну, хочешь сказать, и от воспаления легких у тебя ненулевой шанс загнуться. Тебя могут даже положить в больницу, с нашей медициной. Да от чего-то лечить, блядь, а потом, когда ты помрешь, тебя вскроют и скажут, опа, блядь, а мы не от того лечили-то. Это что, единичный случай, что ли? Нет. Нет, ну есть же, говорят, вон и врачи говорят сами, что вроде и на вентиляторе, вентилятор это ИВЛ, искусственная вентиляция легких, это и на вентиляторе умирали люди, вот, и не помогает он им нифига. Ну, тут академик один, конечно, высказался, рассказал все Владимиру Владимировичу. Ну, это академик. Ну, я хочу сказать, что, как бы, плохо или хорошо... Ну, вот, вот, подожди, стоп, вот, мы сейчас касаемся вопросов истории, и вот, как бы, да, связующая, опять же, нить такая, да, вот, история. Вот, сейчас, на данный момент это проходит так, а спустя-то 30 лет нам будут говорить, что коронавирус, и с исторической точки зрения это же войдет, как это, в аналы истории, все равно, в любом случае, да? Не, ну, он все равно изменил мир, так ли нас. Что он изменил мир, да, косанул, как в свое время, там, Испанка, да, или Эбола, или еще, как там, бубонная чума, там, или еще же. Ведь она, как бы, тоже на слуху, вот сейчас, когда коронавирус пошел, тут сразу начали поднимать те факты, какие были, там, в 16 веке, да, там, в Европе, там, еще где-то, еще где-то, ну, там, вот эти точки, да, где это все вспыхивало, да, там, чума и все остальное прочее. Вот, и это, как бы, тоже, как, и скажут нам, а на самом деле-то, что получается? На самом деле, я тебе скажу даже так, я думаю, что, не через 30 лет, я думаю, что через полгода, через годов, мы там много чего интересного узнаем. Об этом, обо всем нам расскажут более подробно. Лукашенко расскажет. Я думаю, что такие факты вылезут интересные, что мы тут все прихренеем, нахрен. И экономические факты, и политические, там. Не, ну, понятно, что кто-то преследовал свои цели и... Ну, что значит преследовал? Он не просто преследовал, там, вот, ну, например, мне конкретно человек сказал, которому я хорошо знаком. Он сказал, что люди, некоторые знали еще в декабре прошлого года о том, что будут скачки финансовые. И уже, уже, как это самое, к концу марта, некоторые занимали, кто лимончик долларов заработал на вот этом скачке, кто два, а кто и поболее. Короче, рынок шатали. Ну, шатали, а не шатали. Крепили. Значит, это не такой неожиданный, опять же, там, вот я смотрел фильм, не дал. Что-то ты мне не сказал об этом, я бы тоже сбегал. И никто тоже не сказал. Поменял бы что-нибудь там. Это люди, которые уже заработали, потом сказали, да мы знали, ребята, там, понимаешь, ну, их единицы. Падла. Вот, я тебе больше смотри, недавно смотрел фильм, сами китайцы снимали про себя, прям с начала эпидемии, они там, целый фильм документальный выпустили, крутой, там, туда-сюда, вот, и там все в фильме правильно, здорово, там, да, там. Как они победили? Ну, да, вот это как раз Ухань, как они там, вот, понимаешь, там, прям, чуть ли из первых, там, грубо говоря, там, дней они там уже начали снимать документальный фильм. Сами китайцы, понимаешь, там, у эдакторов убрали интернет. А что там снимать, у них там миллиарды камер стоят. Ну, дело нет, нет, это с камерой ходили, там, у эдакторов спрашивают, как вот они строили, это самое, быстро строили больницы, да, как туда-сюда, как медики, там, туда-сюда, как вот в этой, в лаборатории быстро вычислили. Ну, там, подождите, стоп, у нас формат уже не формат истории, а? Нет, это есть история, нет, это есть история, я именно к этому... Это следующий выпуск коронавируса. Нет, я веду именно к истории. Ну. Ты смотри, как интересно получается, опять же, информационный круг... Хрен стоит, а голова качается. Да, информационный круг, и вот они сняли интересное кино, все там правильно. Внешний, внутренний или точечный? Внешний, информационный круг, они здоровское кино сняли. Только они почему-то оставили за скобками, откуда в Ухане взялся вирус. Как откуда? Откуда. Там же говорят, что там лаборатория... Нет, ничего, в этом фильме документальном не говорится. Там только говорится о том, что... Я не смотрел, не знаю. А я тебе говорю, ***, я смотрел. Как, они на себя же не будут говорить, что это они, мы, не лаборатория. Они сняли документальный фильм о борьбе вот в Ухане, понимаешь, там, и вся мировая общественная... Затащилась от этой крутизны. Стоп, 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 смотри, сейчас Трамп орет. Да подожди. Подожди, нет, я к чему веду? Сейчас Трамп орет, что это все Китай. Да не важно, что... Там еще какой-то сенатор. Нет, ты дослушай до конца, Китай. Если сейчас китайцы скажут, что в Ухане, именно у них в лаборатории произошла утечка, это же будет подтверждение слов Трампа. Да я все понимаю, и все все понимают. Я тебе еще раз говорю, что в истории, что бы ни случилось теперь, как бы ни пошло... На себя никто наговаривать не мог. Нет, в истории этот документальный фильм останется в том виде, в который я его смотрел. Все считают, это крутой фильм. Они вот молодцы, они прям вот зацепились за первый день. Они снимали все. Да, да, крутой фильм, я согласен. Героический. Там героически рассказывают о том, что они за две недели в лаборатории биологической, ну там крутой, да, они вычислили этот вирус, вычислили его влияние, и по всему миру разослали информацию о том, что вот... Скажется на всех, да? Нет. То, что вирус действует вот так, что его можно притормозить вот приблизительно вот так, но они по крайней мере расшифровали, что это за вирус, как он выглядит и как он атакует организм, понимаешь? И все сказали, китайцы, вы красавцы, две недели, такого никогда в мире не было. Это круто, понимаешь? Взять с нуля, вычислить вирус, это супер круто. А с нуля? Вот именно и вопрос-то. В фильме-то так и осталось. Китайцы молодцы, за две недели этот вирус вычислили, закрыли город, все, да, оцепили, все сделали. Всему миру разослали, как этот вирус, понимаешь? Как его вычислить, как его там это туда-сюда, понимаешь? Китайцы-то молодцы, только вопрос, откуда в Ухане-то взялся этот вирус? А у меня второй еще вопрос. А у нас сказано за скобками. И получается, китайцы везде молодцы, только забыли сказать, что, сука, они, собственно, вирус-то этот и нахимичили. И то, что за две недели они успели, так круто, все восхищаются. Это круто, понимаешь? Вот новый вирус расшифровать за две недели, это круто. Только они забывают сказать, что с этим вирусом, может быть, там год, может быть, два, может, 10 лет работали, ребята. Поэтому они за две недели-то его и быстро выпустили. Они, может, и за три дня бы выпустили в мир, бля, информацию о вирусе. Но тогда бы было слишком быстро. Они и так задвинили, очень быстро сделали. А за два дня, которые они узнали, что это за вирус, что это за хрень? Они бы, блядь, и за два дня, может, и выпустили, потому что они узнают, что это за вирус. Но это было бы, ну, слишком быстро, понимаешь? Потому что даже две недели это супер быстро. Понятное дело. И вот, получается, я к тебе и к истории. И вот нам сформировали новую страницу истории. Да, ее можно дополнить, но этот фильм уже никуда не денется. Он выглядит вот так, как выглядит. Китайцы резко подорвались, нашли вирус. Но ведь будут снимать и другие фильмы. Может быть, но они-то самые первые. А дальше уже фильм, ты пойми, это психология человека. Дальше уже фильм должен будет, который снимет кто-то, должен уже опровернуть некие факты. То есть, фактически он должен будет наезжать на ребята, которые молодцы. Понимаешь? Вот они молодцы. А в сознании-то уже заложилось у тех, кто посмотрел. Те уже подсуетились. Еще, понимаешь, коляска только в Европе начинается фактически. Ну, как там говорят. А они уже фильм про свой героизм. У них уже в Ухане шоколадно. Они даже разобрали свои эти, как, ну, вот эти блоковые, вот эти, которые построили быстро там. Больницы. Да, больницы. Они уже разобрали, понимаешь? Они уже победили. И теперь ты хоть наизнанку вывернешься, понимаешь? Они уже молодцы. Они вот сделали вот это, вот это, понимаешь? А мы только колбасимся. У нас тут все мрут налево-направо. Мы не знаем, за что хвататься. У нас ничего нету. А они уже, а у них уже все есть. И они уже победили. И уже свой карантин сняли, понимаешь? И фильм сняли, понимаешь? Вот тебе, вот тебе сформировали, ну, внешний круг истории, которые... Сняли все. Да, сняли все. И теперь, вот, понимаешь, любой другой фильм должен будет их как-то, вот, понимаешь, приезжать, куснуть, оправдывать, понимаешь? А они не стали снимать, что вот в лаборатории там химичили-химичили. И дохимичили. Такое ощущение, что я набую в открытом море. Нет, просто суть у меня заключается в том, что вообще, вот, у меня какой вопрос назрел. А почему именно потом все вспыхнуло именно там, где проходили желтый жилет, зеленый жилет эти во Франции? Почему? Именно, ну, почему там ни Голландия, ни Германия, ни Дания, ни Польша, а именно вот там у макароников? Я не знаю. Вот, почему именно вторая вспышка крупная в Европе именно там бомбанула? Ведь, ведь... Наверное, это имеет смысл. Да, имеет смысл. Ведь все-таки за этим что-то стоит. Почему вот? Ведь как в Китае летели, правильно, ну, рейсы, да, там, из той же Германии, та туристы. Да, ну, я понял. Обмен, обмен. Почему не где-то в других местах, а именно там... А почему именно началась вспышка именно там? Это, понимаешь, как бы... А там же как раз вот накануне-то были вот... Пацаны-то вышли бороться за свои права. Зеленые жилеты. Сколько они там простояли? Долго? Ну, я тебе скажу, что... Мить, мне демонстрацию... Я ничего не могу по этому поводу сказать. А их потом дома посадили. Ну, ты понимаешь, я ничего не могу по этому поводу сказать, потому что, как бы, я не владею, как бы, вот, ну, почему это произошло, почему там. У меня... Ну, я же твоя сказка. Нет, ты пойми, у меня такие же, такие же странные вопросы, как у тебя. Почему? Это надо разбирать. Это уже разговор, как бы, отдельный там, бля, понимаешь, почему там. Просто это еще один из вопросов к этой странной, понимаешь, эпидемии, да, как нам рассказывают. Просто один из тех же странных вопросов, которые многие задают. Почему, как бы, вот эта эпидемия такая странная? Ведь многие задают вопрос, а почему вот так? А почему, бля, ну, фактически мы не готовы. То есть, грубо говоря, сейчас ситуация показала таким образом себя, что она показала, что мы вообще ни к чему не готовы. То есть, хочется сказать, а где те советские наработки, да, там, где те вот эти, там, инструкции МЧС, инструкции... Они канули в... Да, инструкции медикам. Они же ведь, они же должны существовать в природе. Нет, тут логика есть. Логика есть во всем. Мы сейчас живем немножко в другом пласте. Нет. Пласте... Нет, подожди, дай я теперь скажу. Вот как я думаю. Не дам тебе заключить. Смотри, если взять, как ты правильно начал говорить, про советские разработки. Был что? Коммунизм, социализм, да? То есть, как бы, все крутилось, ну, для народа, так скажем, да, делалось. Много чего делалось, создавалось, ну, как бы, да, открывались границы новые, там, и ученые степени, и в творчестве, и во всем. Сейчас мы живем в плоскости капитализма, где капитализму не выгодны люди творческие, созидательные. Мы выгодные люди-потребители, такие вот, которые будут работать, зациклены только там на удовольствиях, на всех своих вот этих вот зонах комфорта. Да, и смысл какой? Идет, шла долгие годы оптимизация. Об этом тебе говорил Чубайс, когда летел в самолете. Он говорил, что мы продавали... Да подожди, я... Ты чего мне не говорил? Тебе не говорил, мне он говорил, лично мне говорил. Мы забивали последний хвост в крышку коммунизма, распродавая все вот это, для того, чтобы уничтожить воспоминания, уничтожить ту советскую вот эту вот всю, как бы, дилемму. Вот, это и есть история. И именно так все и делают, понимаешь. Пришли коммунисты, плохо или хорошо, мы сейчас не будем оценивать с этой точки зрения, да, уничтожили, изо всех сил старались уничтожить историю Российской империи. Империи, совершенно верно. Коммунисты же, которые, собственно, империю разрушили, ну, скажем так, поучаствовали, да, создали свою империю, красную, как называют, и ее же угандонили. И те же, понимаешь, коммунисты, которые, собственно, ее угандонили, сейчас стараются изо всех сил угандонить историю этого Советского Союза, потому что в Советском Союзе все-таки было очень, очень много. 41-й, 45-й, никуда ты не денешь, понимаешь? А как? А как вот Сталина угандонили за несколько десятков лет? Ну, не совсем, но он же сейчас как бы, опа! Да почти! И возрождается, он Феникс. Понимаешь? Почти умудрились. Железный. Феникс. Ну как вот, возродился, да. А эти-то еще, понимаешь, еще живы-здоровы. Они и будут продолжать этот процесс. Понимаешь? Ну, может быть, поменять что-то. Не знаю. Ну, подожди, ну, нет, ну, мир-то меняется, как ты сказал. Не меняется. Меняется. Просто я говорю, сам принцип, я говорю, еще раз говорю, сам принцип истории не меняется. Пришли другие, они должны обосрать предыдущие, ибо потому что в предыдущем было много хорошего. Понимаешь? Надо обосрать все конкретно, показать, что там ничего хорошего не было. Понимаешь? Вот видите, вот от слова ничего. А сейчас вот все там, ну, шоколад. Ты прям как Герман Греф. Нет, почему Герман Герман? Это принцип, ты пойми. Вот пришли, понимаешь, люди, там, грубо говоря, там, я не знаю, там, ну, на смену там, одному князю, другой князь, там, понимаешь? И он сказал, ребята, вы вот тут нолик подставьте, блядь. Сколько мы разгромили, да? А вот у него нолик уберите, понимаешь? И вообще, вы что это тут написали? Вот он пришел тут, да, понимаешь, какой-то он святой, тут у вас что-то мелькает. Победил. Фразы какие-то, да. Вы так давайте вот это немножко поправьте, да, вот пока вам это тут не поправили, понимаешь? Так о вас. Ребра и зубы, да, ребра и зубы, там, понимаешь? И никогда от этого никто не был свободен. Тяжело собирать. Это было всегда. Но я тебе больше скажу, понимаешь? Само по себе интерпретация даже находок, она настолько как бы интересная, да? Я вот как касался, разговаривал с людьми, которые этого касаются, да? Ну, и сами мы наблюдали, собственно, да, там. Есть знаменитые там один, ну, не будем называть фамилии, да, который откопал там некую девочку, да, там, понимаешь? Как бы, ну, и вот он порешал, что это вот, понимаешь, некая такая мадам из, как бы, вот, ну, из свиты княгини Ольги, понимаешь, там, вот. Ну, потому что откопать просто какую-то девочку, понимаешь, в захоронении, это одно. Откопать какую-то некую мадам, которая из свиты самой Ольги, это совсем другое для историка, понимаешь? Понимаешь, как вот останется. Знаешь? Одно дело, одно рядовое захоронение, другое, да, святые Ольги. И потому что, ну, а люди, которые работали на этом. Нет, может быть, он основывался на том, что там внутри каждого кургана ведь тоже есть насыщенность. Так ты дослушай юмор, понимаешь? Да люди-то, понимаешь, они же, ну, не только профессор, у него уже есть, понимаешь, там, и не профессора, понимаешь, а есть просто люди, а есть студенты, которые все это описывали, понимаешь? Они тоже там, как бы, не в зуб ногой делали на это, понимаешь? Понимают о чем? Они просто нам конкретно сказали, да ничего там даже близко нету. Никаких, понимаешь? Ну, что-либо рядом, что указывало на что-то там, понимаешь? Там даже этого близко нету. Ну, то есть, в захоронении не было ничего? Ничего, чтобы указывало, что она хоть какое-то имела вообще к отношению к Ольге, понимаешь? Там не то, что свиты. Ну, или к классу там, да? Да, это просто период приблизительно того, да. Высокопоставленных. Да, это просто, может быть, одна из богатых, мы что, всех знаем, что ли? Просто это богатое захоронение. Причем очень странное богатое захоронение. На ней были некие мульки, которые, ну, реально, были очень богатые, очень круто сделанные, серебряные, там, зернение, там, всякие дела, там, ну, много там, показывают, ну, богатые, да? И у нее в то же время на руке был просто, как бы, квадратный пруток, обычный, как бы, серебряный пруток, да, просто вот вокруг руки был. Нет, ну, да, в могилу же ложи тоже там, например, ну, там, дядя пришел, она вот носила, раз, пускай забирается. Одно дело, когда она висит во всем богатом, да, и в то же время у нее на запястье вот просто, вот, просто серебряный. А может, ей нравилось? Или это имело смысл? Нет, вот об этом, об этом-то я. Не речь, об этом-то и речь. Чтобы вот при вот этом богатстве у нее что-то простенькое было, вероятно, связанное с каким-то воспоминаниями, еще с чем-то, понимаешь? С жизненным событием. Да, мы не можем догадываться, но это вот просто пруток, который вот он кричал о том, что вот, понимаешь, вот он настолько не лепился туда, да, там, вот, понимаешь? Там, грубо говоря, там, захоронили фараон, когда он сделал в золоте бриллиантах весь там, ну, как их хоронят, да? И у него там муль какая-то, свисток там глиняный висит на шмурке обычном, понимаешь? Ну, фактически, значит, это что-то было бы обозначало, согласитесь. Не видел. Ну, для него это значит, что, знаешь, раз ему туда положили, и раз ей вот на этой руке, вот при всем вот этом богатом прикиде, да, ну, помимо вот этого богатого прикида, ничего не говорил о том, что она имеет отношение к Ольге. Ну, вообще, от слова ничего. Ну, просто человек решил, наверное, пропиариться, вот и все. Ну, как бы... Я, как борец за денежные знаки, его полностью понимаю, потому что, если он это протолкнет в дальнейшем, да, он останется как человек, откопавший некую мадам из свитой Ольги, а не некую девочку богатую за хранение, понимаешь? Это разный статус, статус археолога, понимаешь? Одно дело откопать нахрен трою, да, а другое дело откопать нахрен дувал какой-нибудь. Двою. Двою, да, двою, которые, собственно, город, да, но не трое, понимаешь? Двое, но не трое. Вот здесь все очень просто, поэтому никогда не надо забывать, что история, она всегда связана, понимаешь, с человеческим, ну, собственно, восприятием мира, да? Нет, но это хорошо. Где меркантильность выступает, где выступает, нахрен, денежный интерес, где выступает, нахрен, политическая ориентация на какие-то группы на данный момент, да? Да, как бы, там, грубо говоря, эмоциональные какие-то моменты, там, финансовые, там, политические, там, социальные. Я понял сейчас это. Ремарка такая вот ставлю в планчо. Это, конечно, бесконечно можно долго рассказывать об исторических фактах, там, или моментах, ну, сказках, так их назовем. Я их больше люблю называть сказками, потому что доселе все равно мало чего можно собрать по крупицам и сказать, что это действительно истина. Я говорю, это бесконечно долго можно об этом рассказывать, но все равно завязано все, получается, на человеческом факторе. Совершенно верно. Поэтому история, как наука, извините меня, еще раз говорю, 2 плюс 2 всегда 4, камень всегда падает вниз у нас на планете. Солнце встает там-то, да, химическая реакция протекает вот таким образом, температура воды вот такая, а история, извините меня, она сегодня такая, завтра другая, послезавтра она третья, и в конце концов, уже вот я вот сколько начинаю читать документов, да, там, вот там, одни всплывают, другие, третьи, пятые, и я понимаю, что я все меньше... Каждый год меняется. И я все меньше понимаю, понимаешь, там, мотивы революции, там, допустим, да, в Царской России, вот, я все меньше понимаю, там, понимаешь... А что тебе непонятного? А? А я все меньше понимаю, все-таки кто ее начал-то? И, судя по всему, чем больше сейчас в последнее время документов... Алигархи. Совершенно верно, и это тебе больше скажу. Что тебе непонятного? Я тебе больше скажу. Оказывается, там, царская семья, ты понимаешь, там, с фанатизмом участвовала в этом процессе разваливания государства собственного, там, с большим фанатизмом. Я сейчас читаю и просто охреневаю, там, какие там в жопу коммунисты, социалисты, там, эти, нахрен, всякие, там, эти, как, остальные, там, эти демократы, либералы, там, понимаешь? Только семья там фестивалила так, что там мама Негорюйна. А правда ли это, что ты читаешь? А очень даже да. Потому что это, ну, как бы, извлекают реальные документы. А кто писал эти реальные документы? Ну, вот опять же, воп***ь, понимаешь? Кому-нибудь тут написали так. А вот истории-то разные есть. Вот люди, которые суются в архив, говорят такие вещи, говорят, приезжаю. Есть один знакомый, у него два ваших образования, он ездил тоже, да, в Москву, ну, он по Великой Отечественной Войне говорит, я приезжаю, а сидят люди со старыми печатями, на печатных машинках перепечатывают документы, ставят печати и выдают это как заподлинник. Вот. Есть такие моменты. А это еще один, я же гераль говорю, что история, это сборище, нахрен, понимаешь, неподтвержденных фактов, левых бумажек. Но ведь есть какие-то факты, все равно подтвержденные. Есть. Например, был такой же человек? Я согласен. Может быть, конечно, ему причислено много там каких-то званий религий. Я согласен. Еще раз говорю, мы возвращаемся к тому, что пишу победителей. Сколько они раз там переначили, перековырнули. Петра Первого не был там, Александр Васильевич Суворов. Да нет, вот такие, ты понимаешь, вот такие факты. Был Петр Первый? Был. Был он хороший или плохой? Хрен ее знает. Ну, для тебя или как? Нет, нет, подожди. Для меня, не для меня. Нет, в контексте истории. А теперь того времени или современного времени? Нет, подожди. Они говорят, Петр Первый создал флот российский, понимаешь? А я вот читаю других умных людей, которые нормальные там со званиями, с этими совсем регалиями историческими. Со степенями, да? Со степенями. Они говорят, да, он создал. Но юмор заключается в том, что и папа-то его уже флот-то создал, да. Уже был флот. И не совсем хреновый, да, маленький? Ну, Петр приумножил, значит, получается. Да нет, Петр, получается, с нуля начал строить, да. Понимаешь? Свой. Может быть. Вот и получается, так флот был или не был? Какой он был? В каком масштабе? Да, наверное, небольшом. Ну, понимаешь? Одно дело, ты с нуля начал делать, да. Документы есть, все равно где-то что-то фиксировано. Да, есть документы. Фиксировано. Сколько кораблей было? Ну, ты понимаешь? А рассказывать о том, что там не все принадлежит Петру Первому, все его достижения, про тот же плот, да? Будь уже не так красиво, как, например, что вот он создал флот с нуля, понимаешь? Может быть, не так красиво звучало для определенной, как бы, вот последователя, да, там, вот царской фамилии, понимаешь, там. Может быть, Петр Первый, как первообразователь флота, был интереснее для исторических каких-то последующих людей. Потому что он имел отношение к этому. Не важно, понимаешь? Вот было, например, Петр Первый, как вот такой человек, который двинул Россию, да, прорубил вот советскую идеологию, да. Окно в Европу. Ну, понимаешь, вот он крутой, вот он флот создал. Я не отрицаю всего этого. Ну, наверное, в концепцию, блядь, советской школы образования не вместился папа, который уже сделал флот. Пусть не такой масштабный, да, пусть он, ну, не с нуля Петр Первый начал, понимаешь? Ну, наверное, не очень интересно было, понимаешь, советским вот на деятелям, понимаешь? Ну, такой вот, знаешь, незначительный факт. Ну, ведь люди-то учатся по их нему. Я еще раз говорю. Поэтому, верить истории, я говорю, та же алхимия, у него гораздо больше плаформы научной. Или та же там, я не знаю, там, звезды изучат, звездочеты, там, лженаука, там, да, астрология. Ну, почему? А мне, ну, как она может быть? Ну, вот считают, а они, понимаешь, вот изучили звезды, назвали, да, в свое время, вот астрологи, лженауки, понимаешь? Хочай, петь, звезды разные, планеты вычислилили, какие-то там даже массы, да, совершенно верно. Ну, они лженаучные, ребята. Это лженаука. Потому что они что-то там у тебя еще добавили. Ну, подожди, астрономию преподают. Астрономию, но не астрологию. Астрология, блядь, прежде чем астрономы-то за все это схватились, уже большинство-то все это дело и сделали. По платформе у них была. Совершенно. Я еще раз говорю, у астрологии платформы, как у науки, гораздо больше, чем, блядь, у истории. История, она постоянно где-то, она такая вот, она такая колеблется такая, она такая воздушная, да, она в любой момент вот что-то отбрыкнуть может, понимаешь? Что-то какие-то факты выдвинуться, понимаешь? Ну, кто-то все-таки ведет какую-то составляющую, все равно, что неужели ни в одной нации нет вот такого момента, чтобы вот именно... Ну, да, скорее всего, я соглашусь, только единственный, все равно он, человеческий фактор, да, все-таки играет. В любой нации, неважно, да? Я просто к чему, неужели, говорю, это, ни одна нация не вела именно себя, ну, как вот изначально, да? Ну, как индейцы, грубо говоря, хотя и индейцы тоже. Ну, вот я вот, понимаешь, вот я рассуждаю вот на эту тему, да, если вот так посмотреть абстрактно, да, вот смог ли я бы написать, грубо говоря, там историю... Да ты же сам сказал, так как ты борец за единые денежные знаки, ты будешь все равно писать, как тебе выгодно. Нет, вот я взял бы и вот отстраненно описал бы, допустим, вот этот период там самоизоляции, да? Смог бы я вот как бы вот, ну, отстраненно, как бы непредвзято описать этот период. Я понимаю, что даже вот этот маленький период, да, вот этот... Ну, основывающий фактор, да, вот эти вот... Просто вот как отстраненно, вот я вот вижу, как вижу, смог бы я... Все систематизировал, да? Да, смог бы я описать, я понимаю, что нет. Почему? Ну, потому что, потому что я не свободен, потому что когда я слышу, что там... Там, может, бзнули, тут скажут, что обосрался. Это одно дело. Но другое дело, когда я по своей внутренней сути, понимаешь, я вот сижу и я читаю там очередной новый закон о том, что тебе могут до семерика дать, если ты там что-то нарушаешь. То есть ты заразился из-за... Да, заразил каких-то других, понимаешь, но, понимаешь, и этот закон приняли, да, и он действующий. Моразм крепчал. Но хочется сказать, если люди не понимают, даже медики говорят, что человек может переносить коронавирус, понимаешь. Спокойно быть носителем. Спокойно быть носителем. И никак не болеть. Ни температурой, ни соплями, ни кашлям. То есть он просто может ходить по улице и заражать всех. Вот для этого тебе и долг посадили. Вот для этого, если этого человека поймать, его что, надо сажать? Да. За что? Ну вот, по, как говорится, власть держащим, они подумали, что так. Ну вот я тебе и говорю, как я могу абстрактно эти вещи отписать? Потому что, когда я начну писать, что да, это правильно, надо этого человека посадить, потому что он нарушил закон, наделан специально. Но медики мне говорят о том, что человек может болеть и не знать об этом. Перенести на ногах и никаких последствий не иметь. Но заражать других может, понимаешь. Так за что этого человека сажать? Вы тогда определитесь, как этого человека вычислить, да, сказать ему, что ты конкретно болен. А как вычислить, если у нас ничего нету? Показывают в Липецке, да, малый ходит с этой камерой, показывает это видео, да, в толчок заходит там, на толчке не дверей, он общий, и мужской, и женский. Просто заходят такие толчки, тут стенки, дверей нет. Просто снимает, ходит. А вот, говорит, наш туалет. А вот наш свет, чик-чик. А света в туалете нет. А света нет, нет. А дверей тоже нет. А руки под пальтом, да? А дальше идет, он заходит, говорит, вот у меня была температура там два дня, меня забрали, положили, да. Сейчас у меня ни температура, ни чего, блядь. Докторов спрашивают, а что происходит? А что? Они говорят, нет информации, нет информации. И он показывает палату, тут же лежат там человек шесть, наверное, да. Тут же два из них там, сопли летят, кашляют, понимаешь? У человека, у которого никаких симптомов, он даже, температура нет, он лежит в этой же палате. И он тут же выходит, идет дальше по коридору, снимает там в конце другой палаты. Там совершенно пустая палата. Совершенно. Ну почему этого хотя бы человека, у которого, по крайней мере, нет ничего, отселить от тех, кто кашляет и блюет там, грубо говоря, там на соседней койке? Это что? Это что, так сложно? Кто хоть там, потом перезвонит. Понимаешь? И вот и получается, вот как я могу написать отстраненно от этой ситуации? То есть, если я начну писать, я начну это сборище фактов, вот один на другой нагораживать, и там, грубо говоря, через 300 лет, ну просто чисто факты, да. Человек начнет читать, скажет, что за бредятель, что там происходит? Что это за бред? Что-то происходит. Нет, ну и я... На тот момент это что-то происходило. Он скажет, а как это вообще? Как это? Один пишет одно, другое, другое. Нет, ну даже если я просто эти факты вот соберу в одну кучу, да, и он будет смотреть, люди ходят, да, там, что-то. И вот когда начнут их осознавать, да, бредя, а что вообще? Блин, другие какие источники поднять, да? Потому что вот просто банальное перечисление вот этих, ну, безэмоциональных фактов, ну, придется как-то расшифровывать, да? Он полезен по другим источникам. Ну, то есть ты... А другие источники будут каждый свое толдычить-то, ек-то. Нет, я понимаю. То есть ты склоняешься к тому, что тогда вообще не надо ничего писать, неоднозначно. Нет, нет, нет. Ты не надо это фиксировать. И вообще история не нужна получать. Нет, нет. Смысл не в этом. На этом строится, есть базис на истории. Нет, это все будет длиться, 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 и это будет апельсин вечный. Понимаешь, просто смысл... Да, вот мы вывод, вывод какой-то. Должны вот сейчас делать, потому что мы, наверное, уже битый час разговариваем, разделишь на две серии или на три. Какое-то заключение нам надо сделать, концепт. Ну, а какое заключение? Нет, мы тогда говорили, как про князь Владимир, там, да, Русь покрестил все это, ну, как собрал все это, не под разными богами, это как разные мнения, тоже как наобожье. А как-то систематизировал, к одному пришел знаменатель. Там с симбиозом неважно, там, все это понятно. Тут тоже можно как-то это все симатизировать и прийти к одному мнениями, что все-таки история – это что? Ведь она собирается для чего? Для наших поколений, которые будущие, да? Чтобы им все-таки рассказать, какой у нас богатый пласт. Да, со всеми своими плюшками, фишками, минусами и плюсами, но он есть. И мы прошли через ого-го, и как бы там, я не знаю, там, с хорошей точки зрения, с плохой, но он есть. Ты от него не откажешься. И как история, как наука, или фуфломициновая масть, тут говорить можно много, намазывать друг другу. Ну, я только могу свое мнение высказать. Давай, руби. Собственно, как бы... Конечная фраза, пенсионеры. Ну, нет, просто разговор коснулся того, что такое история для меня, понимаешь? Вот я озвучил, что для меня. Для меня это сборище, это такая некая лженаука. Как она будет дальше, так она и будет, собственно. Она никак не понимает. Мы знаем именно ту историю. Мы знаем сборище неких фактов, которые подправляли... Хорошо, пиши сейчас свою историю. Я еще раз говорю, я не могу написать историю... О своей жизни, своего промежутка. Еще раз говорю, не могу написать историю. Я понимаю, что я напишу эмоционально и некорректно. И те, кто будет писать об этом же периоде, напишут каждый немножко по-разному. И это будет длиться всегда. И тот, кто у кормушки, всегда будет иметь возможность выбрать ту историю, которая в данный момент... Удобно ему. Удобно. Но она не будет соответствовать во многом тому, что происходит. Я говорю, это было, это есть и это будет. И с этим не сделать нельзя ничего. Поэтому с точки зрения моей личной истории это такая некая... Ну да, лженаука, которую надо всегда очень и очень... Аккуратно, да, относиться... Торкулезно, искать. Ну, если что-то тебе интересно, надо всегда думать. Потому что занятие реконструкции, в том числе, оно почему подвело? Я же не умный такой родился. Хотя, конечно, да, умный такой. Да хватит. Вылез, да, уже. Именно реконструкция, она меня подвигла, ребята, именно на такие мысли. Они со временем все больше укреплялись, все больше вопросов задавал. Я же разговаривал со многими, у реконструкции полно народу профессиональных историков, да, профессиональных археологов, да. Они очень многие интересные, охренительные вещи рассказывают. Рассказывают, как идет квалификация каких-то найденных предметов, да. У нас вот, допустим, в Ельце был реальный прикол, там, когда, ну, есть у нас тут один пассажир, просто как бы попал на раскупки, там, да, к нашему, как бы, профессору знаменитому Елецкому, да, ну и взял, понимаешь, там, ради прикола подкинул там денежку, ну, сам он черный археолог, денежку 12-го века подкинул в раскуп, понимаешь, и раскуп стал датироваться 12-м веком. Ну, такой вот прикол у него был. И теперь неизвестно, чего же они там откопали и какого века. А так как там денежка оказалась 12-го века там, понимаешь, то, соответственно, ее датирует, это один из самых главных принципов. Не, ну подожди. То есть раскуп был датирован 12-м веком, понимаешь? Всякие специалисты ведь тоже есть. Они же должны анализы провести какие-то там углеродные, там, почвы, слои, все же это тоже, как бы... Есть такая называемая бритва Акама, понимаешь, она отсекает, вот, при всех равных фактах, да, вот, то есть принимается самый, блядь, как говорится... Популярный. Ну, не популярный, а самый реальный, понимаешь? То есть бритва Акама отсекает лишние сущности. Вот если в раскупе нашли вот черепки какие-то, железки там... Монетка 12-го века. И монетка 12-го века. Никто ничего там, углеродный анализ мутить не будет. Почему? А зачем? Ну, чтобы точно. Ну, ты понимаешь, если ты вскрыл гробницу фараона, то да, еще что-то можно там, да, там, как бы, ну, слишком находка, да? Но если там рядовой раскоп, который раскопали там, да, там слой какой-то культурный, там, понимаешь, там, вот, и в нем нашлась монетка 12-го века. Ну, это говорит о том, что она точно, понимаешь, вот 12-го уже 100 пудов. Понимаешь? Вот если бы нашли монетку 9-го века, он сказал, это уже интересно, это, бля... Он же сходу тоже не может определить, 12-го это века, или 11-го, 13-го. Нет, ну, нет, монетка чем отличается? Примерно там что-то есть, да. На ней, как правило, циферки пишут, понимаешь? Да не всегда, они на всех. Ну, вот, понимаешь, а есть вот на которых пишутся. Вот что ты сделаешь с этим? Все. А там у него прям конкретная монета была? Ну, да, какая-то одна из конкретных монет, там, недорогая. А тут неважно, ты даже, как говорится, бросишь на медный оболт, там, грубо говоря, на нем, главное, вычекан, там, там, лик какого-нибудь императора, там, ну, я, грубо говоря, утрированно, да, и цифры его, там, года рождения, и все. Ничего никому больше не надо, понимаешь? Но дело в том, что, понимаешь, 12-го века, там, 13-го века, 14-го, на территории, как бы, Ельца, там, это, ну, вполне нормальные находки. Понимаешь? То есть, это, в принципе, там монету, я не знаю, там, 8-го века, там, понимаешь? А уже тот же профессор сказал, ник? Ну, откуда здесь такая вещь? Слышишь, я вот так вот все равно, слушаю тебя, ни хера не понимаю, рассказываю, сказки очередные, не, просто затянется все на очень долго, все-таки вывод, ну, разделишь, разделим, расчленим, так сказать, это все, длинную эпопею, потому что люди не очень привыкли смотреть долгие ролики, и это там можно Клим Саныч послушать, там, да, Жукова, там, у этих монстров, ну, это только, как говорится, так чисто, поля-лякать, да, разговор ни о чем, вот, и самое, все-таки вывод какой, значит, для тебя история что? Это некая субстанция со своими, которые надо относиться очень, ништяками и косяками, очень и очень, скажем так, внимательно, в первую очередь, да, и очень, скажем так, ну, скептически во многом, во многом скептически. Все нужно проверять, все нужно проверить. Ну, все проверить невозможно. но я имею ввиду, вот если вас интересует какая-то эпоха, или какая-то тема, это нужно копать, 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 слушать тех экспертов, специалистов, снова копать, пытаться найти этот ответ, потому что, один говорит одно, другой говорит, это очень тяжелый, да. Сейчас, секунду, один говорит одно, другой говорит третий, если три специалиста хотя бы сходятся в чем-то одном, вот это уже можно, да, например, взять за какую-то там веру, да, так скажем, ну, если три специалиста, все-таки таких крупных. Причем, главное, чтобы они были независимы друг от друга. Ну, понятно, что же. Желательно из разных концов мира вообще даже, не то, что страны там. Как математики, вот есть там. Совершенно верно, да. Со своими теоремами, со всеми этими доказательными базами. Значит, все-таки суть какая, да? Ну, какая? Никакая. Не знаю, это на какой сути. Сути, по сути, ее нет. То есть, есть история такая, как есть, ребята, если вам интересен какой-то период, эпоха, да, берите, копайте, смотрите, правильно изучайте, да. Но повторять о том, что вот, понимаешь, вот там, общеизвестные факты, там, никогда не забывайте, люди всегда были эмоциональны, всегда на них воздействовали политическая, финансовая система, всегда на них воздействовали их мировоззрение. Мы еще забыли упомянуть, что огромное количество, как бы, времени в истории человеческой играла религия, она и сейчас религия играет, да, допустим, да, мы все не свободны, а раньше, а они были люди не свободны, еще больше. И писали они. Вот, и писали они в том числе, да, и все это под эдегидой церкви так или иначе происходило. Да, какое-то сейчас вот было послабление, там, в Советском Союзе мы отошли от этого, там, ну, как-то во всем мире там ослабло, да, но тем не менее, не надо забывать, что это у нас, а, допустим, восток, он и сейчас под религией, и, допустим, ближний, там, и, допустим, религия играет, а религия это своя история, а она совершенно не такая, как у нас. Это бесконечная тема, религия. Бесконечная тема. Поэтому все очень, с историей, ребят, все очень сложно. Именно поэтому, когда занимаешься реконструкцией, ты вдруг какую-то вещь начинаешь осознавать, допустим, А если человек не занимается реконструкцией, что он не может осознать эту вещь, что ли? Почему? Потому что, допустим, я вот приведу, я, допустим, приведу пример простой. Надо все в реконструкцию, все записывайтесь, и тогда вы начнете понимать. А да, что так никто ничего не может понять. Елерский клуб реконструкции Асгейр просит вас записываться. Приходите к нам. Да, приходите к нам. Так вот, я у тебя живой пример. Почему многие вещи не могут, допустим, не реконструктор понять? Мы когда-нибудь закончим вообще сегодня? Что ты разделишь на тысячи? Это там семь частей уже получишь. Ну, отлично, что я уеду, будешь выкладывать. Так вот, живой пример, эта тема может быть следующего. Я знаю, как назвать ролик. Затянувшаяся история. История, да? Бесконечная история. Вот так это, по-голливудски, блядь. Так вот, живой пример. Почему, допустим, есть вещи, которые не реконструктор, никогда не прочитает нигде, ни в истории, ни в истории. Потому что есть, существуют определенные вещи. Допустим, вот я, это может быть, я говорю, тема для следующего большого разговора. Как будет выглядеть поле боя по принципу расположения убитых на нем? Да как, как саданули, кого так и выглядели, так и лег. Как? Ну, кого где застигла смерть, там ты закачиваешься. вот стрелил лучник, и мандец тебе там, и все. Может, отполз там два раза. Это все так думают. А на самом деле, поле боя выглядит, бля, убитыми по-другому. Это только реконструкция. Она все время разная. Не может быть. Нельзя войти в одну или ту же реку дважды. Нет, я тебе как человек занимаюсь больше 20 лет. Тактики разные, заходы, все это. 20 лет я занимался, я понимаю, что есть определенные тенденции, которые будут неизбежны. Понимаешь? И это можно... А там будут смерть, и тут будет жизнь. Нет. Вот видишь, ты рассуждаешь, как обычное бывать. Я профан. Как профан. Я профан. Хотя ты прекрасно знаешь, как будет выглядеть поле боя. А поле боя будет выглядеть совершенно не так, как это, допустим, если вообще где-то описывалось в книге. Усеянные трупами. Допустим. Усеянные трупами как? Тебе что, по фуншую расположить? А я тебе расскажу, как в двух словах будет... Давайте, это будет следующая передача наша. Да, кстати, мы можем рассказать, как будет приблизительно, ну, не один... А он будет рассказывать это? Да не страшно. Эксперт по усеиванию трупами. если вам будет интересно, я могу рассказать, как будет выглядеть поле боя, усеянные трупами. Именно, как будут располагаться на поле боя трупы. Что бы там книги и там фильмы не писали, да, да, нет, не сами позы, не сами боли. Распределение, прежде всего, убитых на поле боя. Подожди. Это, конечно, узкая такая область, но она достаточно интересная. Она будет показывать, как может сражаться строй. А строй может сражаться как интересно. Мы начинаем уже следующую передачу, или что? Нет, я просто даю анонс, понимаешь, на нос, превью такой, да, на следующий. Ладно, все, мы пошли пить чай. Всем спасибо, смотрите на следующий серий. все сказки, на эти дедушки храма. Еще что-нибудь он расскажет. Все, всем пока.